Время новостей на телеканале Север в студии Елизавета Кабанова. Здравствуйте и в этом выпуске. В связи с резким ухудшением эпидемиологической ситуации по заболеваемости детей ОРВИ и гриппом более 20% школьников и дошкольников приостановлен учебный процесс в ряде классов городских школ и групп в детских садах. В начале 2022 года Новый Ясли детский сад в городе Наринмари примет своих первых 60 воспитанников. Строительные работы на социально значимом объекте завершат в декабре текущего года. В поселке Харута за счет федеральных средств к центральному отоплению подключат 43 индивидуальных жилых дома, два многоквартирных дома, детский сад и дом культуры. 9 декабря в России отмечается День Героев Отечества. Эта памятная дата утверждена федеральным законом о днях воинской славы и памятных датах России. Этот праздник – дань высочайшего государственного и общественного уважения к тем, кто удостоен самых почетных государственных наград – званий Героев Советского Союза, Российской Федерации, Орденов Славы и Святого Георгия. В этот день глава региона Юрий Бездудный и председатель собрания депутатов Ненецкого автономного округа Александр Лутовинов вместе с представителями региональной власти, депутатами и ветеранами возложил цветы к воинским мемориалам на Ринмаре. Обелиску Победы – памятнику ветеранам боевых действий, участникам локальных войн и вооруженных конфликтов, памятнику, посвященному подвигу участников олено-транспортных батальонов. Это дань памяти героям, соотечественникам, которые ценой своей жизни защитили нашу родину, отметил губернатор Ненецкого автономного округа на своей странице ВКонтакте. На заседании оперативного штаба по противодействию и профилактике коронавирусной инфекции в Ненецком автономном округе обсудили текущую эпидемиологическую обстановку в регионе. Заседание провел глава региона с руководителями профильных ведомств в режиме ВКС. За прошедшие сутки в Ненецком автономном округе зарегистрировано 14 случаев заболевания COVID-19. В числе заболевших – 12 жителей Нарьенмара и двое жителей Красного. Таким образом, с начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 3 323 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Выздоровели с начала пандемии 3051 человек. За прошедшие сутки – 15 человек. В регионе зарегистрировано 83 летальных исхода от коронавируса. В настоящее время на лечении с диагнозом COVID-19, подтвержденным результатами ПЦР-лаборатории уровня референс, находится 163 человека. Еще у двоих пациентов коронавирус подтвержден результатами исследований методом иммуноферментного анализа. В целом на лечении в регионе находится 165 человек. На благотворном у нас сейчас находится 139 пациентов, на стационарном – 26 пациентов. Лекарственными препаратами пациенты наши обеспечены. В благотворном семейнице у нас создан запас до февраля месяца. По стационару у нас идет поставка лекарственных препаратов, то и мы закроем тоже потребность до февраля месяца с учетом прироста заболеваемости. Эпидемиологическая ситуация в сельских населенных пунктах округа стабилизировалась. В настоящее время в поселениях регистрируются единичные случаи заболевания. В регионе продолжается вакцинация населения от коронавируса. В медицинских учреждениях округа для населения доступны три наименования вакцины – «Спутник», «Спутник Лайт» и «Эпивак Корона». На сегодняшний день у нас первый этап вакцинации прошли 22 322 человека, повторно привились. Второй этап закончили 21 126 человек. 4 декабря своим постановлением главный государственный санитарный врач Российской Федерации сократила сроки действия результатов ПЦР-тестов на территории страны. Такое решение, по словам Анны Поповой, было принято из-за повышенной заразности нового штамма коронавируса «Омикрон» и его предполагаемой способности вызывать более быстрый ответ организма. В постановлении главного санитарного врача России также отмечено, что лабораторное исследование на коронавирус у лиц, контактировавшим с больным COVID-19, будет проводиться только при появлении клинических симптомов заболевания, сходных с коронавирусом. В случае отсутствия клинических симптомов в течение периода изоляции, лица, контактировавшие с больным, будут выписаны без проведения лабораторного исследования. В настоящее время на учете в региональном управлении Роспотребнадзора состоит 1162 человека, близко контактировавших с заболевшими. В регионе по-прежнему сохраняется масочный режим в общественных местах. По информации Управления внутренних дел по Ниндскому округу, стражами порядка ежедневно составляются от двух до пяти административных протоколов в отношении нарушителей. Два-три раза в неделю административные протоколы составляются за нарушение режима самоизоляции. На сегодняшний день по факту нарушения также составлен административный протокол в отношении юридического лица, оказывавшего услуги населению без проверки QR-кодов. Напоминаем, в регионе действует система QR-кодов при посещении общественных мест и мероприятий. По предписанию Роспотребнадзора с 8 по 14 декабря в учреждениях культуры и спорта Наридмара и поселка Искателей подведомственных департаменту образования культуры и спорта Нинденского автономного округа приостанавливается проведение занятий, соревнований, конкурсов и других мероприятий среди детей и подростков. Занятия и мероприятия приостанавливаются, чтобы предотвратить распространение респираторных инфекций среди детей, говорится в сообщении Управления Роспотребнадзора. Кроме того, в связи с резким ухудшением эпидемиологической ситуации по заболеваемости детей ОРВИ и гриппом более 20% школьников и дошкольников, приостановлен учебный процесс в ряде классов городских школ номер 2, 4 и 5, а также в некоторых группах детских садов. Радуга, Семицветик, Ромашка, Аннушка, Солнышко, Кораблик, Сказка, Гнездышко, Теремок и Центр развития ребенка, детский сад, поселка Искателей. Строительство Яслисада номер 2 в городе Наринмаре находится на заключительном этапе. Отделочные работы почти завершены. 9 декабря новое дошкольное учреждение посетил губернатор Ненецкого округа Юрий Бездудный. О ходе строительства и сроках сдачи расскажем далее. Открытие нового Яслисада ждут многие наринмарцы. Напомню, объект возводится в рамках национального проекта «Демография». Детский сад рассчитан на 60 воспитанников. Сроки сдачи объекта в эксплуатацию немного затянулись. Изначально объект должен был быть готов 30 ноября. Но из-за перепроектировки строители планируют завершить строительство к 20 числам декабря. Садик современный, садик новый, как вы видите. И его, правда, ждут и ждут уже давно. И родители ждут, и дети ждут. Поэтому такое особое внимание к нему и жесткий контроль подрядчика. Даже в сложных, суровых условиях наших арктических, тем не менее, подрядчик заканчивает сад. И я уверен, что до конца года он его закончит. Строительство социально значимого объекта на особом контроле. Контракт с подрядчиком компании «Строюниверсал» был заключен в 2020 году. На сегодняшний день отделка в здании почти завершена. Остались только пусконаладочные работы и оборудование мебелью. К 20 числам, 20-25 числа, может быть, подрядчик уже будет обращаться за получением заключения о соответствии объекта и дальнейшим его вводом в эксплуатацию. Поэтому осталось еще несколько недель до этого события. Мы со своей стороны регулярно следим, чем мы можем, стараемся помочь, поддержать. Работа не зависит. Остается, в принципе, документальная часть, которую, если от нас требуется консультация, мы готовы оказать. Но, в принципе, ждем только именно до завершения пусконаладки и подготовки документов. Регламентные сроки подписания экспертизы на ввод в эксплуатацию – месяц. Но, по словам Артема Качанова, подрядчик регулярно предоставлял все документы. А они, в свою очередь, систематически их проверяли. Поэтому экспертизу можно будет подписать и раньше регламентных сроков. Не только мы ждем. Ждут дети, которые пойдут в этот детский сад. Ждут родителей. Поэтому очень бы хотелось, чтобы вы навели здесь красоту. Потому что в следующий раз я приду уже с родителями сюда. Ожидается, что уже в начале 2022 года маленькие наринмарцы будут ходить в современный и теплый яслисад. Елизавета Кабанова, Леонид Шишилов, Телеканал «Север». Увековечить память. Общественный совет по определению необходимости увековечивания памяти выдающейся событий личности Ненинского округа при губернаторе вынес решение присвоить звание известного в регионе деятеля, спортсмена и общественника Бориса Бородкина Ледовому дворцу. Подробности у Ольги Русул. В конце ноября прошлого года округ облетела печальная весть. Умер известный в регионе спортсмен и общественник Борис Павлович Бородкин. 60 трудовых лет на благо региона, активные жители округа. За значительный вклад в развитие физической культуры и спорта в городе Наринмаре, воспитание подрастающего поколения ему присвоено звание почетный гражданин Наринмара, а позже и звание почетный гражданин Ненинского автономного округа. Наверное, заслуга заключается в том, что он всю жизнь ратовал за массовость в спорте, за то, чтобы ребята одаренные, ребята способные всегда имели возможность дальше развиваться. То есть организации соревнований, выезды на соревнования более крупного масштаба. Ну и Борис Павлович нес очень большой вклад в развитие спортивной базы. Особенно последнее его большое дело, которое действительно дело, можно сказать, всей жизни, это вот строительство крытого спортивного сооружения в настоящее время, это Ледовый дворец. Вклад Бориса Бородкина в развитие физкультуры и спорта в Ненинском округе не оценим. Вся его жизнь – это пример подвижничества. За 17 лет, что он проработал учителем физкультуры в школе номер 2, спорт стал, можно сказать, визитной карточкой микрорайона лесозавод. В учениках он старался воспитать не только спортивные качества, но и порядочность, честность, справедливость. Мальчишки шли за ним гурьбой, брали с него пример. Физкультура и спорт становились для них образом жизни. Многие годы он тренировал ребят на открытом ледовом катке в лесозаводском микрорайоне. Это уже потом в этом же микрорайоне города Нарьинмара появился Ледовый дворец европейского уровня для детей и юношества труд. Он приходил регулярно, спрашивал, и более того, с группой пенсионеров лесовода, ветеранов лесовода, которые посещали наше учреждение, занимались в ленажерном зале. Он тоже с ними приходил, когда сам уже не занимался, но человек очень ответственный. Приходил заранее, проверял, составлял списки, отмечал, кто пришел, почему не пришел и так далее. То есть он всегда болел и переживал за людей даже уже в преклонном возрасте. Отправной точкой для присвоения ледовому дворцу имени почетного жителя и активного спортсмена Бородкина стало ходатайство, которое поступило в адрес губернатора. Благодарные жители, ученики, соратники попросили увековечить память о достойном человеке. Данное ходатайство поступило в адрес губернатора от Совета ветеранов. Поддержана инициативная группа ветеранов Печорского лесозавода. По итогу рассмотрения была принята рекомендация о присвоении имени Бориса Павловича данному учреждению. Сейчас труд в течение 2022 года, ими будут проведены регистрационные мероприятия соответственно. К 1 апреля на здании ледового дворца появится мемориальная табличка с именем активиста-спортсмена, а позже его имя будет обозначено в наименовании учреждения. Ольга Русул, Леонид Шишелов, Телеканал Север. Реконструкцию тепловых сетей в двух населенных пунктах на востоке региона проведут в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий». На эти цели Нининский автономный округ получит из федерального бюджета более 300 миллионов рублей. Работы планируется провести в 2024 году. В Минсельхозе России завершился отбор проектов в рамках ведомственной целевой программы «Современный облик сельских территорий», государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий». Проекты двух муниципальных образований поселков Харивер и Харута успешно прошли отбор. Большую работу в этом направлении проделали Департамент природных ресурсов АПК и экологии Нининского автономного округа совместно с администрацией Заполярного района. Да, действительно, у нас заявок в рамках программы ушло на больше, чем 700 миллионов рублей. Но в этом году случилось то, чего раньше не происходило никогда. Минсельхоз поддержал два наших проекта по двум нашим населенным пунктам – это Харута и Харивер. Это реконструкция тепловых сетей в основном. На сумму 323 миллиона рублей – это федеральное финансирование. Суммарно 370 миллионов рублей на эти проекты будет направлено в 2024 году. Всего в отборе участвовали 74 региона, представившие 793 проекта комплексного развития сельских территорий. Комиссия Минсельхоза России отобрала 344 проекта из 61 субъекта. Что это дает селам? В Харуте, например, 40 потребителей смогут подключиться к центральному отоплению. Наглядный результат этой работы. В общей сложности в поселке Харута к центральному отоплению подключат 43 индивидуальных жилых дома, два многоквартирных дома, детский сад и дом культуры. Стоимость проекта реконструкции тепловых сетей составит около 112 миллионов рублей. В поселке Харивер будет реализовано 4 проекта по реконструкции и строительству тепловых сетей. После модернизации инженерных сетей и котельных к центральному отоплению будет подключен 81 дом. Кроме того, будут созданы дополнительные рабочие места, что также скажется на развитии поселка. Общая стоимость работ в Харивере свыше 258 миллионов рублей. Реализация государственной программы РФ «Комплексное развитие сельских территорий» рассчитана на 2020-2025 годы. Основные цели госпрограммы – сохранение доли сельского населения в общей численности населения России на уровне не менее 25,3%. Достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств до 80%. Повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах до 50%. В Ненецком округе продолжается декада инвалидов. В ее рамках состоялся круглый столб предоставления социальных услуг детям-инвалидам в сфере социального обслуживания. Участие в его работе приняли представители органов власти, социальные работники и родители особенных детей. Подробности в материале моей коллеги Ольги Русул. Ежегодная декада инвалидов традиционно проходит с 3 по 13 декабря в России. Цикл мероприятий, которые запланированы и проводятся в это время, нацелен на то, чтобы в очередной раз обратить внимание на проблемы людей со слабым здоровьем. В Ненецком округе в этом году решили заострить внимание на нуждах особенных детей. У нас проблем как всегда много. У меня два ребенка инвалида. И проблем как всегда много. И с жильем, и с обслуживанием, с адаптацией вообще ребенка, ну, обеих детей в смысле, в соцсреде. Алла Протопопова отмечает, что сейчас трудности возникают в связи с карантином. Но проблемы чаще всего удается решить. То врачей нету, то они в отпуске, то на больничном, то еще какие-то проблемы, всякие неприятности могут случиться. И так по мере необходимости постараемся решать. У меня сейчас проблемы возникли, но я такой человек, я пробью. Потому что врачей нет в нашей больнице в детской. И мне надо срочно ребенком пенткомиссию проходить на взрослую инвалидность. И врачи в отпуске. Буду бегать, требует добиваться, здравоохранения, везде пойду. Солидарна с Аллой и еще одна участница круглого стола Елена Веселовская. Она совместно с другими родителями уступала с предложением обеспечить детей больных с сахарным диабетом специальными мониторами. Проблема решилась, но такие необходимые приборы особые дети смогут получить только во втором полугодии. Касается всех детей, которые имеют заболевание сахарный диабет, в данный момент мы добились выдачи мониторирования сахара, глюкозы в крови только на второй квартал 2022 года. Хотелось, чтобы детки получили их побыстрее, потому что это существенно повысит компенсацию и получится, что детям будет легче, детям и родителям, особенно родителям тех детей, которые ходят в детский сад, в образовательные учреждения. Кроме того, она отметила, что в округе есть необходимость в узком специалисте, который бы на месте мог корректировать лечение детей с таким заболеванием. Конечно, хотелось бы, чтобы был клинический врач еще, чтобы нам не выезжать, и здесь мы могли бы получить все, как сказать даже, рекомендации, и каждый год мы ездим на коррекцию доз инсулина, чтобы все это можно было сделать здесь. Основная цель проведения круглого стола – еще раз подробно познакомиться с поставщиками социальных услуг, определить алгоритм действий для их получения. На сегодняшний день в региональном реестре значится 21 организация, предоставляющая такие услуги. Восемь из них расположены на территории Ненецкого округа, в том числе межрегиональный центр «Особое детство». Все мамы, особенно детей, дети старшего возраста, они должны знать о том, как вообще формируется у нас порядок предоставления таких услуг, и что это за социальные услуги, которые предоставляют специализированные организации. Сегодня как раз вот такое замечательное мероприятие, где мы сможем рассказать о том, что реализуется на территории межрегиональной общественной организации «Особое детство», какие услуги мы предоставляем, как у нас наполнена база в организации. Кроме того, участники «Круглого стола» рассказали родителям, каким образом происходит признание нуждающихся в социальных услугах, какие документы необходимо собрать, в какие структуры обращаться, чтобы была разработана индивидуальная программа для каждого потребителя социальных услуг. Это информирование граждан, то есть бывает много вопросов, как это все, какие документы, как происходит признание нуждающимся. Закон у нас не так давно как бы свежий, и изменения в него вносятся, и это информирование граждан, конечно, будет актуально очень. Напомню, в Ненецком округе более трех тысяч граждан имеют статус инвалида, почти 10% из них – дети. На территории региона реализуются различные меры социальной поддержки для этой категории населения. На эти цели выделяется более 50 миллионов рублей в год. Ольга Русул, Владислав Носкин, телеканал «Север». На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды.